Поздравляем с победой. Какие эмоции после тяжелого боя, после такого впечатляющего нокаута? Я счастлив выступить таким образом. Я счастлив выступить на историческом турнире. Счастлив сотворить историю на этом турнире. Я готов драться на следующей неделе. Я заряжен. Я только начал включаться, и бой завершился. Я счастлив, чтобы победить в таком историческом турнире. Я счастлив, чтобы сделать историю в этом турнире. Я готов к борьбе на следующей неделе. Вы и Армен говорили о вашей спарринге. Вы сказали, что вы знали все ваши weaknesses. Вы сказали, что он был шутен для меня сразу. Но в конце концов, это был премьерный конкурс. Когда вы фазировали его, то есть что-то из вашей спарринге было эффективно? Или он был просто другой спарринг? Из-за того, что вы знали раньше? Перед боем вы говорили о своем спарринге. Ты говорил о том, что он сразу попытается пройти тебе в ноги. Та информация, которая у тебя была по спаррингам, что-то поменялось после этого. Я просто помню наши спарринги. И в этих спаррингах он хотел со мной бороться. Это то, что ты практиковал этот удар, или ты бросил, выбросил его, потому что ты увидел возможность для этого. Да, я практиковал этот удар на протяжении всей своей карьеры в тайском боксе. По ММА у меня не получалось его продемонстрировать. Не было подходящего момента. Потому что при любой удобной ситуации соперники прыгают в ноги. А тут был ударник и высококлассный ударник. И когда встречаются высококлассные ударники, там была шахматная партия. И мне удалось его обмануть. Я практиковал эту технику, уже после моей карьеры в Muay Thai. В ММА я не смогла бросать, потому что люди будут бороться за меня. Но в этой же время я бороться с высококлассным страйкером, и это был чест-мatch. И я смогла исправить его в этот чест-мatch. Ты говорила, что ты хотел бороться на Макао-карде. Ты говорил, что ты хотел бороться на Макао-карде. У тебя есть возможность поговорить с UFC-мatchmakers об этом бороться на карде? Нет, я еще не успел. Но я не хотел заглядывать за спину Армена. Потому что мне хотелось сосредоточиться на этом бою. А потом по состоянию уже после боя посмотреть, как я себя буду чувствовать. И если у BVC возможность предоставится выступить, уже подумать об этом. Всем привет! В этой паузе хотим рассказать про акцию друзей нашего канала, букмекерской компании Bad City. Зарегистрируйся с промокодом TOP, сделай первую ставку и получи до 2000 рублей. Переходите по ссылке в закрепленном комментарии, ставьте на своего фаворита и не забывайте про промокод TOP. Всем удачи! Ты вызвал на бой Адисане. Понятно, что высококлассные ударники, но разбирая его, видишь ли ты дыры в его технике и какую дату ты для себя выбрал против него? В Саудовское рай возвращается UFC в следующем году. Хотел ли бы ты там с ним выставить, возможно, главный бой вечер? Я гнался за Израиля Адисане еще в Китае, когда дрался по кикбоксингу. Он перешел в ММА. Сейчас я в ММА перешел и захватил эти берега. Это октагон мой корабль. И кто туда вступает со мной, я беру на абордаж. Кто бы ни был Израиля Адисане, говорят, что лучший ударник. Я теперь здесь, и я считаю себя лучшим ударником. Если он готов, я готов подраться с Макао как раз в Китае, как я хотел его там же настигнуть. Так что я готов и в Макао, и в Саудовской Аравии, в любой момент, когда UFC это захочет. Я бывал из Израиля Адисане, когда он дрался по кикбоксингу в Китае. Я тоже дрался по кикбоксингу в Китае. Сейчас, когда он перешел в ММА, и сейчас, что я здесь, я готов, чтобы собрать всю землю. Я готов, чтобы бороться с ним. И если есть возможность представить себя, я готов, чтобы бороться с ним в Макао, в Саудовской Аравии. Это не важно. Они предлагали тебе бороться против Израиля, когда вы были кикбоксингом? Я уже побеждал его спарринг-партнера и друга. Блуд Диамонт был такой, в Глориофф Хироуз. Я с ним дрался в Китае. Я его победил и хотел уже подраться с Израилем. Он в Китае очень популярным был. Я тоже становился там популярным. Но он перешел в ММА и подписался на UFC. Я победил его спарринг-партнера Блуд Диамонт в Китае. Я готов был бороться с ним. Израил очень популярный в Китае. Но потом он перешел в ММА и принесли в УС. И сейчас я здесь, тоже. Дэйн Олайт говорит, что он всегда продает моменты в этом спорте. И я интересно узнать, как это выглядит, что ты просто продавил момент, который будет на UFC хайлайт реале в год. Дэйн Олайт часто говорит, что он продает яркие моменты в этом спорте. И как ты чувствуешь, что ты сейчас именно создал такой момент? Я для этого в этом спорте. И это все для моих фанатов. И я люблю выигрывать победы. И забирать бонусы. А Дэйн Олайт любит их дарить. Так что я здесь. Это почему я в этом спорте. Это все для моих фанатов. Я люблю победить и получать бонусы. И Дэйн Олайт любит дарить бонусы. А ты думаешь, что Адасанья Адасанья будет принимать бороться с тобой? Или ты должен победить больше? Да. Считаешь ли ты Адасанья сейчас согласится на бой с тобой? Или тебе нужно еще победить? Мне без разницы. Они бегут впереди паровозы с любым готовы драться. Израиль Адасанья по-любому от меня не скроется. И надо завершить карьеру. Чтобы от меня скрыться. И рано или поздно его настигну. Я не в России. Я не встал в передачу. Я не встал в передачу. И единственный способ, чтобы Адасанья и Адасанья избежать бороться с ними, это чтобы уничтожить. Я здесь. Ты знал, что вы потеряли бороться с большим страйками? И поэтому вы решили оборудование? Ты знал ли ты, что ты проигрываешь бой по количеству значимых ударов? И поэтому ты решил принести такой удар? Он бил меня, но такие удары были слабые и касательные. Я больше настраивался на урон. Я наносил урон и видел, что его голова уже не держит удар мой. И мне нужно было просто донести удар и обмануть его какой-нибудь серии. И довести бой до конца нокаута. Он ловил несколько страйков, но я не видел, что они были значительные. Я был фокусом больше на дамаге. И после дамага я прогулялся, я его трикнул и ловил Шара. Шара, поздравляю с победой. Отдельный привет и поздравление от твоего бывшего соперника Шира Мамазлунова. Он сказал, что ты станешь чемпионом. Шара, ты хорошо знаешь его. Как думаешь, смог бы он проявить себя и в UFC? Я не знаю. Я дрался с ним и меня тогда засудили в этом бою. И это, наверное, и повлекло большую причину, что я перешел в ММА. Я не знаю, кто как подрался бы в ММА. Потому что кикбоксинг – это отдельное искусство. А ММА – это другое. У меня есть большая практика. Драк на улице. И она мало чем отличается от ММА. Шара, прямо здесь напротив тебя. Поздравляю тебя с победой. Тебе уже сообщили, что ты вписал себя в историю, потому что это первый нокаут двойным бэкфистом в истории UFC. Да, мне говорят, что бэкфистом вообще люди мало побеждали, оказывается. От войны вообще никогда. Я очень рад, счастливый. И по антиталу – это удар. Это называется дабл буллет. Отличное название. Шара. Кто будет выигрывать таким ударом, после этого должен гонорар процент не отстегивать. И я знаю, что ты довольно долго шел сюда к нам в медиа-центр. У тебя, наверное, было много интервью. Было что-то, что тебе запомнилось? Может быть, тебе кто-то подходил? Диси, Дана Вайт, кто-то еще из звезд. Да, много интервью. Все меня поздравляли. Очень счастлив. Я многих людей увидел, которые давно не видел, пока направлялся обратно с клетки. Я очень счастлив, что смог их всех обрадовать. Что ты вообще чувствовал, когда ты шел от клетки, и тебя поздравляли со всех сторон – справа, слева, все хотели протянуть тебе руку? Да, я много видел знакомых лиц. Я очень рад, что они приехали на мой бой. Потому что было время, когда я дрался, и никому не был интересен, хотя закатывал зрелищные бои. Люди были готовы просыпаться утром ради боя. Это могли быть мои знакомые, которые были готовы просыпаться утром и ехать куда-то ради того, чтобы посмотреть UFC. Но они были готовы поехать со мной, чтобы посмотреть мой бой, хотя были мои знакомые. Но теперь со мной самые близкие и отборные люди. И мы пираты. И я очень счастлив, что много людей за меня болеют, переживают. Я, конечно, понимаю, что это все. Если бы не эти победы и так далее, такой поддержки не было. Поэтому мне нельзя проиграть. Хорошо. Первое, спасибо за победу. Возвращение в Адесанья, какой борьбе вы делаете больше смысла для вас? И вы любите борьбу в Адесаньях? Если бы не Адесаньях. Кроме боя с Адесаньях, какой бой для тебя имеет смысл сейчас следующий? Я бы хотел, конечно, подраться с Израилем и Адесаньях. И доказать, что я лучший ударник. А потом доказать всем, что моя борьба не самая худшая. И выиграет Марвина в Эйторе. Вот эти два имени, которые мне будоражат и мне нравятся. Готовят тренироваться ради таких боев. Есть такие имена, как еще Кевин Холланд, Мишель Пиллера и так далее. Вообще наш рост среднего веса очень заполнен хищниками, акулами. Но пират не боится никого. Как только клетка закрывается, он идет на абордаж.